Каждый день тысячи горожан проходят мимо этого невысокого аккуратного здания, где расположился Видновский районный историко-культурный центр. Тот из них, возможно, на секунду остановит взгляд на полукруглых окошках или ажурных решетках и спешит дальше по своим делам. И можно быть уверенным, немногие прохожие знают историю этого по-своему уникального сооружения. По историческим меркам здание молодое, чуть больше 60 лет, по меркам человеческой жизни возраст весьма солидный. В 1951 год архитектурная мастерская представила проект нашего рабочего поселка в трех километрах от завода. И вот этот проект выполняла мастерская Бориса Васильевича Ефимовича. Именно благодаря Борису Ефимовичу центр Виднова стал таким, каким мы его и видим сегодня. Здание было введено в эксплуатацию в 1955 году. По архитектуре это ставший уже классическим сталинский ампир. Но в сравнении со своими куда более помпезными соседями оно выглядит намного скромнее. И этому есть вполне разумное объяснение. История здания началась с того, что в этих комнатах, которые располагаются в левом и правом флигелях, была гостиница. Комнаты довольно просторные. Забегая вперед, скажем, что здесь жили целыми семьями. К услугам постояльцев были одно, двух и трех местные номера, буфет и столовая. На Кокса газовый завод, рядом с которым и был возведен город Видное, приезжало немало специалистов со всего Советского Союза. Жилья катастрофически не хватало. А потому в скором времени гостиница практически превратилась в общежитие, где вновь прибывшие жили вместе со своими семьями, ожидая получения заветных ключей от квартиры. Контингент здесь менялся часто. В то время строительство в Видном, да и по всей стране, было весьма масштабным. Одним из жителей общежития был Виктор Бочаров, первый заведующий хирургическим отделением Видновской больницы. Человек, благодаря которому медицина в нашем районе считалась лучшей не только в Подмосковье, но и во всем СССР. Когда приехал в наш Ленинский район, в город Видное, он жил здесь у нас. Здесь ему выделили небольшую комнатушку, и вот он здесь жил и со своими родителями, и уже потом с детьми и с женой. С самого начала в здании работала столовая. Ее открытие было более чем актуальным. На заводе имелся собственный пищеблок, а вот тем, кто работал в поселке, обедать было негде. Постепенно столовая по вечерам стала работать как ресторан. Как же в российском городе без ресторана? Меню столовой ресторана включало более 40 наименований и состояло из четырех частей. Отдельный список блюд на дневное время, сейчас бы это назвали бизнес-ланчем. Почти те же блюда подавали вечером в ресторане, и особый список составлялся для свадеб и банкетов. Японской кухни тогда не было, зато был четверг, рыбный день. Для него также составлялось особое меню. О качестве обслуживания, ассортименте и вкусе подаваемых блюд можно судить по статусным посетителям. В ресторан заглядывали перекусить после трудов праведных, приезжие актеры и музыканты после выступления в Доме культуры. Благо было недалеко, только площадь перейти. Сюда, в этот ресторан, первые были посетители из МОЗ-концерта. Сюда приезжал, если я не ошибаюсь, и в Дом культуры Утесов со своей командой пел Козин. В 70-е годы ресторан уже стал настоящим культурно-развлекательным центром Видного. Здесь справляли свадьбы и юбилеи, организовали танцплощадку, играл вокально-инструментальный ансамбль. Мы связались с Елизаветой Артемом Найкабановой, которая в то время была директором ресторана. Днем, значит, как кафе работало, как столовая. А вечером заказные блюда там были, значит, и водка, и коньяк, и все остальное. И, соответственно, был оркестр у нас. Была сцена здесь внизу. И вот люди отдыхали. Во-первых, мы очень-очень много обслуживали делегаций, которые приезжали в райком партии. Тогда же райком партии существовало. И делегации были, и иностранные, и наши. На протяжении 35 лет ресторан на Центральной площади радушно встречал гостей и жителей Видного. Но, как многие символы СССР, после развала Союза постепенно приходил в упадок. К концу 20 века он представлял из себя довольно жалкое зрелище. Обвалившаяся штукатурка, закрытые решетками окна, прохудившаяся крыша. Зато в начале века 21-го бывший объект общепита пережил свое второе рождение. Правда, теперь посетителям заведения предлагают вкусить не хлеба насущного, а исключительно духовной пищи. Произошло это событие в теперь уже далеком 2005 году. По восстановлению горсовета было это здание отдано историко-культурному центру. До этого историко-культурный центр ютился в двухкомнатной квартире. Теперь здесь расположилась экспозиция, которая посвящена истории Ленинского района. Но культурно-исторический центр – это больше, чем музей. Здесь проводятся мероприятия для детей, школьников и молодежи. Выставки профессиональных и самодеятельных художников, мастеров прикладного искусства. Здесь чествуют ветеранов и проводят экскурсии. Особой атмосферой, которая царит в этом здании, культурный центр обязан в том числе и своей истории, которая, стоит думать, еще далека от завершения. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Евгений Петров и Екатерина Чернышева. Видное ТВ.